Здравствуйте, дорогие телезрители! У вас в гостях программа «Ваш доктор» и ее ведущий Александр Зубарев. Сегодня мы по многочисленным вашим просьбам пригласили в студию Анну Юрьевну Соколову, начальника отдела организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения, то есть того специалиста, который непосредственно занимается обеспечением лекарствами наших дорогих севастопольцев. Здравствуйте, Анна Юрьевна! Добрый вечер! Анна Юрьевна, расскажите, пожалуйста, какова обстановка с лекарствами у нас в Севастополе, что нового, что хорошего, что интересного? В соответствии с федеральным законодательством, субъектам Российской Федерации переданы полномочия по лекарственному обеспечению льготной категории граждан. В целях реализации полномочий по обеспечению льготной категории граждан департаментом здравоохранения организованы ряд мероприятий. Разработаны нормативно-правовые документы, определен порядок обеспечения льготной категории граждан, определена сеть лечебно-профилактических учреждений и аптечных организаций, которые осуществляют выдачу лекарственных препаратов. Подписано соглашение между Пенсионным фондом Севастополя и Департаментом здравоохранения о взаимодействии по определению федеральных льготников и обеспечению их препаратами. Проведено оснащение медицинских организаций города компьютерной техникой и оргтехникой. Произведен порядок, определен порядок отпуска лекарственных препаратов. И, конечно же, осуществлены закупки лекарственных препаратов для данной категории граждан. Анна Юрьевна, я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы, дорогие телезрители, можете задавать о ней любые вопросы, на которые, я думаю, она ответит достаточно компетентно и полно. Продолжаем наш разговор. Спасибо. Для финансирования оригинального сегмента льготной категории граждан и средств федерального бюджета для города Севастополя выделено 177 миллионов рублей. Это на какой? На год? Да, на год. На 2016 год. Доминирующее место в структуре заявки составляют препараты для лечения социально значимых заболеваний. 70% лимита финансирования выделено на приобретение лекарственных препаратов для лечения онкологических больных, больных с сахарным диабетом, хронической почечной недостаточности, бронхиальной астмы. Учитывая, что потребность лекарственных средств значительно превышает сумму, выделенную в соответствии с подушевым нормативом из федерального бюджета, правительством Севастополя при поддержке губернатора Сергея Ивановича Миняйла принято решение о сумме средств на закупку лекарственных препаратов из бюджета города Севастополя на 2016 год в размере 390 миллионов рублей. Это достаточно значительная цифра. Да, очень хорошая, повыше, чем было в прошлом году. Колоссальную роль в обеспечении льготных категорий граждан сыграл принятый закон Севастополя номер 209 СЗ от 1 декабря 2015 года о дополнительном лекарственном обеспечении льготной категории граждан города Севастополя. Кстати, я хочу сказать, дорогие телезрители, такого закона нет ни в одном городе России. Севастополь первый принял такой закон, и те преимущества, которые даны этим законом, нашим севастопольцам, они пока еще не внедрены в других городах. Да. Закон предусматривает оказание бесплатного лекарственного обеспечения гражданам из числа лиц, которые во время обороны города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории и больным, страдающим с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не имеющими права на государственную социальную помощь, а также категориям лиц, включенным в постановление правительства Российской Федерации номер 890, утвержденное в 1994 году, 30 июля. При рассмотрении и утверждении закона мы столкнулись с различными проблемами и необходимостью обоснования обеспечения федеральных годников за счет регионального бюджета, так как согласно закону бесплатному лекарственному обеспечению подлежат граждане, не имеющие права на государственную социальную помощь. В департаменте здравоохранения обращаются граждане, ранее отказавшиеся от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации, состояние здоровья которых ухудшилось, и они нуждаются в дорогостоящем лечении. В связи с актуальностью проблемы мы обращаемся к населению города по вопросу сохранения права отдельной категории граждан на получение набора социальных услуг. Мы к вам обращаемся с просьбой до 1 октября 2016 года обратиться в районный пенсионный фонд по месту жительства для сохранения права на получение набора социальных услуг в 2017 году. То, чтобы заранее запланировать это? Да, потому что данные средства необходимы для обеспечения вас в этом будущем году. Обеспечение лекарственными препаратами по 7-ми высокозатратным нозологиям осуществляется в государственном монетарном предприятии «Севастопольская аптечная сеть» по адресу проспекта Брестской революции 33. Для обеспечения данной категории ЛИЦП осуществлена поставка лекарственных препаратов по 63 торговым наименованиям в размере 120 миллионов рублей. Проблем с обеспечением данной категории у нас не существует, ну а если вновь выявленный больной определяется в Севастополе, то он также обеспечивается за счет регионального бюджета. Хочу заметить, что в настоящее время выдача инсулинов осуществляется в нескольких аптеках и аптечных пунктах акционерного общества, или общества с ограниченной ответственностью, МАГУС ЛТД. Можно назвать адреса конкретно этих аптек? Да, с удовольствием. Аптечный пункт номер 1 по адресу улицы Генерала Петрова, 17. Аптека номер 2 по улице Силаева, 3. Аптека номер 3 по адресу улица Меншикова, 84А. Аптека номер 4 поселок Любимовка, улица Южногородская, 41, Качинское шоссе, 1А. Аптечный пункт номер 7 по адресу улица Громова, 52. В настоящее время значительно уменьшилось количество обращений граждан в Департаменте здравоохранения с жалобами на отсутствие лекарственных препаратов. Немножко прервемся. У нас есть звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Я хотел вам задать такой вопрос. Есть такой препарат, анострозол, который назначают в обязательном порядке больным. Сейчас его в городе нет. Больные не могут приобрести этот препарат, а принимать его необходимо регулярно. Как быть? Еще раз название препарата повторите. Астрозол, да? Насколько мне известно, данный препарат есть у нас в наличии. Может быть, вам лучше оставить свои данные, координаты, как с вами связаться, чтобы мы могли сориентировать вас, как вам необходимо получить. Потому что Департаментом здравоохранения еженедельно осуществляется выгрузка остатков лекарственных препаратов. Мы знаем и остатки, и номенклатуру препаратов. Поэтому, насколько мне известно, данный препарат был в наличии на выписку льготной категории граждан. Я вас попрошу, оставьте, пожалуйста, нашему оператору ваш номер телефона. И обязательно мы с вами свяжемся после прямого эфира. Спасибо. Продолжаем наш разговор. По поводу количества жалоб, хотела заметить, что у нас количество жалоб уменьшилось. Уменьшилось количество, точнее, уменьшилось количество рецептов, находящихся на отсрочном обеспечении. В настоящее время это 0,03% от общего количества обслуженных рецептов. Изменилась структура обращений и жалоб. Поэтому, конечно, в настоящее время сейчас стало немного, ну не легче, но свободнее работать, потому что мы знаем очень часто ответы на вопросы, которые нам задают. Анна Юрьевна, я прошу прощения, есть еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Будьте добры, я инвалид первой группы после аварии. И у меня сильно обезболивающие лекарства. Но они не помогают без лирики. А лирика дорогостоящие лекарства. И мне выписывают за деньги, а мне его надо, там 14 капсул в упаковке. Мне надо 3 упаковки на месяц. Это 3 тысячи рублей. Почему бесплатно не выписывают? Вопрос очень интересный, потому что, так как вы инвалид первой группы, вы являетесь федеральным льготником. Если вы подтвердили право на 16-й год на получение лекарственных препаратов, соцпакет подтвердили, то вы должны быть обеспечены лекарственными препаратами в полном объеме, в том числе и более утоляющими. Вам необходимо обратиться к своему лечащему врачу для подбора адекватной терапии. Если данный препарат вам не выписывается врачом... Пока по невыясненной причине. Да, по невыясненной причине. Очень трудно ответить, почему не выписывается. Препараты для обезболивающей терапии есть в наличии в полном объеме. Если терапевт не может вам подобрать лекарственный препарат, тогда, возможно, вам необходимо обратиться к узкому специалисту, который может вам помочь по полиативной помощи. Я думаю, что ответы с черпу. Продолжаем наш разговор. Хочу еще отметить, что в настоящее время практически во всех лечебно-профилактических учреждениях организован персонифицированный отчет больных по нозологии. В лечебных учреждениях и в оптичных организациях повысился уровень информационного обеспечения и компьютеризации участников программы. По вопросу контроля наличия лекарственных препаратов для лечения вируса гриппа и ОРВИ, в период с октября 2015 года и по настоящее время на территории Севастополя с целью обеспечения готовности учреждений здравоохранения к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом, в том числе и ОРВИ, Департамент здравоохранения проводится следующее мероприятие. С установленной еженедельной периодичностью осуществляется сбор информации об обеспеченности лечебно-профилактических учреждений и оптичных организаций. Анна Юрьевна, ну не дадут нам до конца рассказать. Еще один звонок есть, пожалуйста. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему региональным льготникам не выписывают лекарства для диабета второго типа, галвус аморил? Нам постоянно выписывают одни, диабетон и метформин. Они уже, понимаете, как бы изжили, мы уже не можем, они не помогают просто нам. Вот почему нет региональным льготникам эти лекарства? По поводу лекарственного препарата Галвус. Данный лекарственный препарат в 2015 году назначался и выдавался, в том числе и региональным льготникам. Для обеспечения в 2016 году больных с сахарным диабетом данным лекарственным препаратом Департаментом здравоохранения проведены все мероприятия, подготовлено техническое задание, переданы данные документы в отдел по осуществлению закупок лекарственных препаратов. Мы ожидаем, что в 2016 году препарат будет выдаваться в соответствии с назначением эндокринологов. Как только будет закуплено. Да, как будет закуплено, так сразу же начнут выдаваться. Так что не все еще потерянно, дорогие телезрители, поэтому... Он назначался в 2015 году. Вот, он в 2015 году выдавался больным, и в этом году, я думаю, тоже будет выдаваться, как только будет поставлено в Севастополе. А наши фармацевты делают практически все, чтобы как можно быстрее пройти эту очень большую цепочку согласования, разрешения и так далее процедур для того, чтобы препарат оказался в аптеке и, соответственно, в руках у больного. Продолжаем наши разговоры. Да, дальше. Департамент здравоохранения проводится организационное мероприятие по контролю наличия лекарственных препаратов в организациях медицинских и в аптечных для обеспечения больных или прогнозируемого количества больных, заболевших вирусами гриппа и ОРВИ. Проводится контроль наличия расходного материала, изделий медицинского значения для защиты, медицинского персонала, работу ИВЛ для лечения тяжелых больных с дыхательной недостаточностью, дезинфицирующими препаратами для обеззараживания объекта в местах пребывания больных. Подготовлены руководители лечебно-профилактических учреждений, заместители по лечебной работе, специалисты-эпидемиологи, инфекционисты, терапевты по вопросам диагностики, профилактики гриппа в предстоящем сезоне. Проведена подготовка медицинского персонала, как постоянно работающего, так и дополнительно привлекаемого на случай осложнения ситуации по гриппу. На сегодняшний день имеется запас лекарственных препаратов антибактериальных в соответствии с перечнем рекомендуемой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в количестве 37 тысяч 11 упаковок для обеспечения почти 15 тысяч человек, то есть позволит пролечить такое количество человек, что составляет примерно 21% от прогнозируемого. Еще один звонок, если она видна. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. С прошедшим праздничком. Здоровья вам всем, благополучия. Вас беспокоит Евгения Дмитриевна Семенова. Я инсулинщик, сахарный диабет у меня. Я раньше лечилась на таблетках, на данный момент меня перевели на инсулин. Хумулин М3. А вот к инсулину не прилагается у нас полосочек. Скажите, пожалуйста, имеем мы на это право, чтобы нам выписывали, и я могла этим пользоваться. Ведь оно так, чтобы бесплатно. Ведь оно так очень дорого стоит, вы сами понимаете. Тысяча рублей стоит. Семьсот, восемьсот и девятьсот. Вам огромное спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос хороший. И хочу на него ответить, что мы обеспечиваем как региональных, так и федеральных льготников расходными материалами, в том числе тест-полосками для определения уровня сахара в крови. Вам врач, эндокринолог, должен был давать направление и назначение, оформлять рецепт для выдачи вам данного расходного материала. Поэтому при обращении в поликлинику вам необходимо обратиться к врачу с вопросом о назначении вам тест-полосок. Важно еще знать, какой глюкометр данного пациента. Существует какой-то лимит на сутки, допустим, измерения сахара или нет? Количество тест-полосок, которые необходимы? Да, существует. Но данную информацию только эндокринолог может подсказать. Но есть определенное количество полосок, которые в день должен больной израсходовать. И идет от этого расчет. Да, да, конечно, годовой расчет, месячный расчет для обеспечения. Да, тест-полоски существуют, выдаемые. И выдаются, да? Ну все, то есть, пожалуйста, обращайтесь к эндокринологу, он из расчета, сколько вам положено в день тест-полосок выдает, это вы будете пользоваться. Но единственное, что к разным аппаратам разные полоски существуют, так ли? Да, к разным аппаратам разные полоски, тест-полоски, но в течение 15-го года было выдано очень много глюкометров бесплатно льготной категории граждан, как и федеральным, так и региональным льготникам. Поэтому, возможно, если нет глюкометра, можно обратиться за получением глюкометра. Все к эндокринологам, они обеспечены полностью информацией, кому когда необходимо обратиться. Спасибо. Еще один звонок есть. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Вот задали вопрос про полоски. А на какие глюкометры, названия, их же много? Я думаю, что этот вопрос даже я могу ответить, потому что это находится в компетенции того эндокринолога, который вас курирует, который вас смотрит и наблюдает. Поэтому он должен этот вопрос остыковать. Если, допустим, у вас уже есть глюкометр, есть ли эти полоски, это все в компетенции эндокринолога, поликлиники, который вас наблюдает. Правильно? Да. Правильно, да? Да. Спасибо. Продолжаем нашу беседу. Так, департаментом здравоохранения. Ой, я прошу прощения. Сегодня у нас такая популярная передача. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я диабетик второй в сеть вине. Скажите, пожалуйста, через какой промежуток времени должен направлять врач на анализ крови, на сахар? Мне, допустим, терактив сказал, что через полгода. Это клинический вопрос, больше врачебный. Да, чем отдел лекарственного обеспечения. Но, насколько мне известно, сегодня Олег Константинович Попович был в департаменте здравоохранения. Мы, когда видели беседу о том, как часто необходимо посещать эндокринолога, он ответил раз в три месяца. Необходимо к эндокринологу обращаться уже как к специалисту эндокринологу. Возможно, ну, возможно, ежемесячно. Для меня трудно ответить. Но это зависит от типа диабета, от состояния больного, от клиники, опять-таки, и от уровня сахара у больного в данный момент. Конечно, да. Поэтому опять мы, ну, точно на этот вопрос не можем ответить, Санна Юрьевна, это находится в компетенции вашего эндокринолога, который за вами наблюдает. И поэтому не сочтите за труд, сходите к вашему эндокринологу. Я думаю, что одну из ближайших передач мы посвятим сахарному диабету. Я вам, так как много вопросов, я вам обещаю пригласить вот сюда на это место эндокринолога, и мы поговорим о таком заболевании, как сахарный диабет. Ну, а сегодня вернемся к Санужине. Прошу прощения, еще один звонок. Есть, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Да, да, слушаем, добрый вечер. Алло, я смотрю передачи, я вижу. Мы слушаем вас. Алло, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот уже очень долго обещала городская власть, что будут городские аптеки. Назовите адреса городских аптек, где бесплатно выдаются лекарства больным. То есть, где льготные пункты находятся? Да. В городе Севастополь организовано, например, даже не примерно, 15 пунктов выдачи льготных лекарственных препаратов. Причем, я извиняюсь, это выдают не только в государственных, но и в частных аптеках. Да. Три предприятия, которые связаны с ГУП, Севастопольская аптечная сеть, которые выдают лекарственные препараты. Адреса вы можете посмотреть на сайте Департамента здравоохранения, они все перечислены. И, как бы, также они отражены территориальной программе государственных гарантий. Государственное предприятие Севастополь, Севастопольская аптечная сеть расположена по адресу проспекта в Севастопольской революции 33. Вот поэтому по поводу государственной аптеки могу сказать. По поводу... Еще один звонок есть. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У моего сына сахарный диапет первого типа. Значит, полоски у него идут где-то по 5 штучек в день. Мы всю жизнь покупали их за свои деньги. Оказывается, их можно получать бесплатно. Глюкометр Ван Тач Ультра. Сын взрослый, совершеннолетний. Пожалуйста, мы еще раз повторим о том, что ваш эндокринолог, который, вернее, эндокринолог, который наблюдает вашего сына, вправе выписать полоски. Вы можете их бесплатно получить. Никаких проблем в этом нет. Единственное, я сейчас затрудняюсь сказать, сколько полосок принято в норме расхода на день. Об этом, опять-таки, вам скажет эндокринолог. Но сам факт, что эти полоски можно выписать. И, по-моему, даже к Ван Тачу никаких проблем. Акучек. Акучек у нас есть и фристайл. Понятно. Хорошо. Продолжаем, пока нет вопросов. И ждем следующих вопросов. Да. В дополнение хочу сказать, что Департаментом здравоохранения совместно с Управлением по тарифам города Севастополя на прошлой неделе буквально была проведена выездная внеплановая проверка аптечных организаций по контролю государственного регулирования надбавок на ценах к ценам на жизненно важные необходимые лекарственные препараты в соответствии с постановлением, утвержденным Управлением по тарифам города Севастополя 26.10.2015, номер 1547. И проверка осуществлялась с целью определения количества и номенклатуры лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно важных и необходимых. Ошибок и превышения цены лекарственных препаратов зафиксировано не было. Были нами зафиксированы лишь только положительные отзывы и... Я могу подтвердить эти данные. Почему? Потому что ряд общественных организаций инициативно тоже проверяли по разрешению Департамента здравоохранения цены в наших севастопольских аптеках, так как было несколько таких жалоб или обращений о том, что вот в Севастополе цены гораздо выше, чем в Симферополе, или в Ялте, или в Евпатории. Но после проверки оказалось, что цены практически везде идентичны. Находятся на одном уровне. Может быть, где-то 3-4-5 месяцев, полгода назад цены достаточно разнились. Аптеки «хулиганили» и немножко цены завышали. А сейчас решением правительства города Севастополя они поставлены достаточно в жесткие такие рамки и в любой момент могут быть проверены с истекающими всевозможными последствиями за нарушения. Поэтому сейчас мы можем абсолютно авторитетно сказать, что цены в севастопольских аптеках соответствуют тем ценам, которые должны быть. Другое дело, что предприятия, которые выпускают препараты, отпускные цены иногда повышают. Вот за счет этого иногда лекарства становятся дороже. Но торговая наценка севастопольская, она не превышает нормативов. Это 100%. Анна Юрьевна, вот такой вопросик есть к вам от наших телезрителей, которые я получил буквально перед передачей. Скажите, пожалуйста, как изменился порядок получения обезборивающих средств для онкологических больных? Потому что не так давно это была достаточно сложная процедура, и больные были ограничены, в связи с чем возникали жалобы, неприятности, больные испытывали дискомфорт. Но я знаю, что сейчас этот порядок поменялся. Вот поподробнее расскажите, пожалуйста. Он еще в процессе изменения. Выдача наркотических и психотропных препаратов, входящих в список А2 и А3, в дополнение к ГУП «Севастопольская аптечная сеть», расположенному по адресу Порт 33, будет еще осуществляться в 4-й и 9-й городских больницах. Будут организованы пункты выдачи лекарственных препаратов для льготной категории граждан, как только будут соблюдены все лицензионные требования. Поэтому, конечно, населению, проживающему в тех районах, будет намного удобнее получать данные лекарственные препараты. Не будет необходимости ехать в другую часть города для их получения. Понятно. Ну, а вопрос давайте немножко о перспективе поговорим. Вот 2016 год. Каковы перспективы обеспечения севастопольцев лекарственными? Потому что многие жалуются на то, что есть список обязательных медикаментов. Но многие препараты в этот список не входят, а больные в них нуждаются. С 1 марта 2016 года должен начать действовать новый перечень лекарственных препаратов, жизненно важных и необходимых, который будет дополнен лекарственными препаратами. По-моему, их количество вырастет в районе до 40 номинований. Поэтому, конечно, возможно, те препараты, которые не входили в данный перечень, не войдут. С данным перечнем уже можно сейчас ознакомиться в интернете и узнать, необходимый препарат существует ли в перечне или нет. То есть в 2016 году перечень дополнится, увеличится, расширяется. Понятно. А со стороны Министерства здравоохранения какие-то изменения приходят к нам или нет? Со стороны Департамента здравоохранения мы, конечно, также утвердим новый перечень. Вы имеете в виду по соответствии с данным перечнем. Будут внесены изменения в территориальную программу государственной гарантии. Соответственно, население города Севастополя сможет в большем количестве и в большей номенклатуре получать лекарственные препараты по жизненным показаниям и по назначению врачей. Анна Юрьевна, еще у нас осталось буквально две минутки. Все-таки можете ли Вы повторить, кто у нас входит в список федеральных льготников и региональных наших льготников? Существует два нормативных документа, определяющих региональных и федеральных льготников. Региональные льготники категории лиц и заболеваний перечислены в постановлении правительства номер 890 от 30 июля 1994 года. Номенклатура там около 50 категорий заболеваний. Вы можете с ними ознакомиться. Где можно ознакомиться? На сайте Департамента здравоохранения? На сайте Департамента здравоохранения также список этот выложен. Можно с ним познакомиться там. И закон федеральный номер 178 от 17 июля 1999 года, в котором определены 9 категорий граждан, входящих в федеральный перечень лиц, имеющих право на получение льготных лекарственных препаратов. К сожалению, наша передача подходит к концу. Количество звонков говорит нам о том, что эта передача интересна. Для телезрителей, я надеюсь, в ближайшее время мы еще раз поговорим о лекарствах. Ну а сейчас, позвольте мне, дорогие телезрители, от вашего имени поблагодарить Анну Юрьевну за то, что она пришла в студию после трудового дня, после насыщенной работы и ведет беседы с вами. Но хочу вам напомнить о том, что если вы опоздали к началу передачи или не успели ее посмотреть вообще, выходите на сайт в интернете информационного канала Севастополя. Там находятся все передачи вашего доктора, в том числе и сегодняшняя передача. Ну а я хочу продолжить нашу старую добрую традицию. И тому участнику, кто первый раз прибыл к нам на передачу, подарить вот эту кружку. На этой кружке логотип нашей передачи, логотип информационного канала Севастополя и логотип компьютерной компании Триада, те, кто помогает нам эту передачу делать. Поэтому с удовольствием, наверное, я вам дарю эту кружку. Пусть она в вашем кабинете стоит, напоминает о том, что у нас сегодня с вами состоялась первая передача, но не последняя. Дорогие телезрители, благодарим вас за то, что вы нас смотрите, за то, что вы понимаете, о чем мы говорим. Иногда нас прислушиваетесь. Даже если один человек поступит так, как мы советуем, мы считаем, что наша миссия выполнена. Будьте здоровы, будьте счастливы. И помните, ваш доктор вам плохого не посоветует. Редактор субтитров А.Семкин